Привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 октября, и несмотря на то, что там на улице у нас снег по колено, мороз, мы сейчас снова будем повторять все те темы, которые интересуют наших огородников, чтобы зимой, кто уже слышал, повторить, вспомнить, кто еще не слышал, тот услышит впервые и научится. Вот первая тема, которую я не успела, летом так не успела ничего рассказать, просто показывала, как у меня посажено, это грядка ленивка. Ленивая грядка для томатов. Расскажу, для чего я ее делаю, какие у нее преимущества, какие можно сорта высаживать. Я вот все по пунктам написала, но вся информация у меня из головы. Если кто-то что-то делает по-другому, это не значит, что, например, этот вариант не может существовать. Грядку ленивку мы делаем всегда сами, делаем так, как нам удобно. Я расскажу только о своей грядке ленивки. У меня много вариантов. Если у вас какая-то есть еще, вы потом в комментариях к видео можете дополнить. Я сейчас расскажу, какие важные моменты мы должны знать, какой размер грядок, где их можно устроить, какие сорта можно посадить и преимущества, что нам дает устройство этой грядки ленивки. Начну с самого интересного. Какие сорта можно вырастить на грядке ленивки? А, сначала я должна рассказать, что вообще такое грядка ленивка. Грядка ленивка, это та грядка, где мы выращиваем томаты по принципу посадил и забыл. То есть мы их высаживаем, уходим. Больше мы их не посынкуем, мы их не подвязываем. А я вот в случае, как с этим годом, я еще и не поливала, потому что у меня не дошли руки. Я нынче досадила новинок, бегала по огороду, как заведенная, и до грядки ленивки не дошла. И еще в этом году многие могут помнить мою грядку ленивку, одну из вариантов. Это там, где у меня замерз демидов. Вот там он у меня рос на грядке ленивки. Он сначала замерз, потом он оброс. И в конце он уже, когда дал урожай, у меня уже пошла заготовка семян. К сожалению, все не успела показать. Весь этот. Когда мне говорят, что вы делаете фильмы, что вот посев, там выращивание от семян до урожая. Но вы понимаете, что когда нужно сидеть монтировать, это может так делать. У кого есть, например, видеооператоры, там видеомонтажеры. У меня никого нет. И вместо того, чтобы сидеть монтировать эти фильмы, конечно, я все лето занимаюсь уходом. За томатами, за своими. И вот таких фильмов, настоящих, вот таких информативных, у меня, конечно, не будет. Я все набегу, все наскаку. Что могу, рассказываю. Что не могу, нет времени. Ну, извините. И вот грядка ленивка. Летом многие ее видели. Но вы видели одну грядку, она бывает разная. И вот если кто спрашивает, какой размер, где устраивать. Я вам скажу так. Лично я придумала грядку ленивку. Сама еще до того, когда не видела, не слышала ни о каких таких грядках ленивках. Я не знала, что она так называется. Я устроила свои грядки только потому, что у меня очень маленький участок земли. И есть вот такие закоулки, куда ничего не посадишь. Где-то, вот, например, мало грунта. Мы просто земли немножко насыпали. И даже кол не втыкается. Никакие шпалеры там не устроишь. Вот, например, у меня есть такая теплица на возвышенности. И к ней вот такие вот ступени, как подниматься на высоту. И там вот такой скат я просто сделала, как такие плашки заградительные. Вот там у меня ростры нет на грядке ленивки. Но в другом месте технический проход между домом и теплицей. Там полдня тень, полдня свет. Нормальные томаты туда не высадишь. То есть там не стоит, например, устраивать вот это в коловой системе, выращивать. Всё подвязывать, посынковать, ухаживать. Потому что я не думаю, что там она даст большой урожай. Просто будет жалко своего времени, затраченного на полноценный уход. И вот в таких брошенных местах, например, между домом и теплицей. Там подход к теплице. Там ещё где-то вот на горе, где совсем нет грунта, где раньше была мусорка. Ну, у старых хозяев ещё в революционное время, ну, очень долго там мусорка была. Мы сверху присыпали землёй. И там нет возможности что-то воткнуть. У меня везде грядки ленивки. И что такое грядка ленивка? Это значит, ты посадил, и ты вот как бы думаешь, ну, вырастет. Если даст хороший урожай, то даст. Если не даст, то мне не будет обидно, потому что там и места никакое, там и земли-то почти нет. И ухода никакого я не затратил. То есть, если они сами захотят нас порадовать урожаем, пусть растут. Если нет, так нет. Ну, на нет и суда нет. Ну, на всех грядках ленивках у меня прекрасно вырастают томаты. У меня дают они хороший урожай. И тут самое важное, какие выбрать сорта. И мое мнение о сортах очень сильно изменилось в последние годы. Потому что раньше я на грядках ленивках выращивала только толстоногие томаты. Толстоногие детерминатные, которые не вытягиваются. Конечно, они это идеальный вариант. Вот их посадишь, они же 40-50 сантиметров. Вот, например, я начала первый садить ринет, буян, вот эти все, как вы понимаете, полметровки, 30-40-50. Они компактные, они занимают мало места. И они, когда вот плоды на них образуются, они вот так вот накрениваются. Но я им помогаю, нужное направление, их надо расчесать. Сейчас расскажу, как. И они вот далеко-то не распространяются. И если места совсем мало, то очень удобно вот эти компактные сорта. Но потом появился монгольский карлик, который совсем недавно, для меня он новинка, третий год всего выращиваю. Появился монгольский карлик, который вот специально, этот сорт, для такого грунтового выращивания, конечно, вот такие, как монгольский карлик, стелющиеся, тоже идеально подходят. Но в прошлом году одна зрительница написала, что она на грядке ленивки выращивает и Настеньку, и Петрушу огородника, и Сибирскую тройку. Это то есть те, которые 70 сантиметров, о которых я даже, ну как, мне даже в голову не приходило их на ленивую грядку уложить. Я думала, ну они же большие, длинные. И вот весной я, она говорила, что это там Настенька, это неубиваемая, она на ленивке тоже прекрасно растет все. И весной я снимала видео под названием «Хочу тоже неубиваемую Настеньку на грядке ленивки». Нынче вырастила и Настеньку на грядке ленивки. Но оказывается, можно пойти и дальше. Когда я снимала видео о сумасшедших вишнях Барри, которые индетерминатные, двухметровой длины, и я не нашла им нигде места, как около бассейна воткнуть между собачьим вольером и бассейном. Я воткнула, и там некуда было привязать вообще. Они вот так вот расползлись, дали прекрасный урожай. Все вот эти кисти, вот эти плодовитые, по 30, 40, 50 ягод, вот так гроздьями лежали. И я с удивлением поняла в этом году, что ограничения по сортам-то и нет. Можно, оказывается, вырастить в ленивом варианте любой сорт. Хоть он штамбовый, идеально, конечно, хоть он просто детерминатный, тоже хорошо подходит. Но оказывается, и высокорослые, и индетерминатные можно вырастить на грядке ленивки. И тут вот эта грядка ленивка, это полет фантазии. Вы что хотите, то и посадите. Естественно, что вы должны уже предполагать, что коротким сортам узкую грядку ленивку можно, мало места. Индетерминатным сортам нужно оставлять много места. И, а, прорасчесать. Но это очень важно. Вот я делаю как? Одну широкую, вот такую полосу вскапываю посредине дорожка. Около дорожки я их высаживаю. А там остается место, с учетом, что я их вот так завалю, и они вот как расчесаны, как вот раз, на пробор. И расчесываю их. Конечно, за ними надо следить, вот в момент падения им нужно помочь. Вы понимаете, что помидорка, она глупая, у нее выросли плоды, и она качается, ей все равно. Она может завалиться туда, она может завалиться туда, где ляжет там и дом у нее, все. Тут вам нужно последить. Как только зависть начинает образовываться, я прям немного, или ногой, или рукой иду, даже иногда ногой. Раз ее вот так, не до конца, не совсем, а то она может сломаться. Вот чуть вот так туда ее наклонить, хотя бы, ну, градусов, даже не 45, 30. И тогда вес плодов ее постепенно будет клонить в ту сторону. И она сама, без вашего дополнительного усилия, уже ляжет в ту сторону, как вам нужно. Вот немножко, совсем ее, чуть центр тяжести смещаем. Потом через две недели придете, они все улеглись в нужном вам заданном направлении, и все. Но тут есть угроза, если у кого-то много слизней. Вот у меня раньше слизней не было, горя вообще не знала. В этом году Настеньки лежачие, и Петруша Огородник, и Тройка, их немножко погрызли слизней. Но хорошо я их выращивала, эту грядку, на семена. Мне не важно было, семена вызрели, хорошие-хорошие. Ну, такие крупные все. Но для еды, конечно, это неприятно, когда после слизней объедки подъедать я тоже не люблю. И тут, возможно, может быть поможет черная ткань, вот это агроволокно. Может быть поможет еще, не знаю, что может помочь. Но устраивая грядку-ленивку, всегда опасайтесь слизней. У меня нынче и монгольских карликов покусали, и все. Теперь, какие преимущества дает нам грядка-ленивка? Некоторые говорят, я вот два года назад, первый раз, когда выпустила видео, посадил и забыл. Они говорят, ну как это посадил и забыл, вы же все равно поливаете. Но если вы хотите вырастить урожай, и даже еще не поливая, то тогда, может быть, вообще его не нужно браться за огород. Поливать, конечно, нужно, особенно если жаркое лето, особенно если южный регион. Но вообще грядка-ленивка избавляет нас от чего? Любой сорт можно вырастить без посынкования. Он все равно вырастет и даст хороший урожай. Без различных подвязок я в этом году вообще даже не делала. Но именно вот так по принципу посадил и забыл. Думала, вырастет, вырастет. Не вырастет, так не вырастет. Потому что нынче было лето жаркое, в теплицах была ситуация сложная. Короче, там некогда было по ленивкам ходить. Они у меня выросли все сами. Потому что дождь один пройдет. Но я, правда, застилала агротканью черной вот этой. Возможно, из-за того, что было застелено тканью, сильно не испарялась вода. Я в этом году довольно грядками-ленивками, особенно с Демидова, ведрами собирала. Но, еще раз говорю, к сожалению, показывать все не всегда есть время, не всегда есть желание и силы. Когда в жаркий день иногда думаешь или снять видео, или пойти просто собрать урожай и убежать скорее из огорода. Конечно, я выбираю просто собрать и убежать. Потому что сильно жарко. Так, еще. Во-первых, экономим время. И, что немаловажно, особенно вот у меня, можно занять любые крошечные, непригодные участки. Поставлю на фото к этому видео, ринет, где у меня вот на ступенях от теплицы растет. И вы посмотрите, что можно приспособить любые 20 сантиметров, даже 10. Если есть расстояние, куда можно воткнуть стебель томата, это значит, у вас может быть грядка-ленивка. И пусть он ползет куда хочет, в какую сторону, или туда, или сюда, куда захотите. Главное, что вы его посадите и забудьте о нем. Но можно, конечно, поливать, если у вас будет время. Если не будет время, запомните, что томаты, они у нас не очень влаголюбивые. Так что без полива они длительный период могут прожить. Все, до свидания. Вот это подробно о грядке-ленивке. Кто не делал, сделайте, пожалуйста, попробуйте. Очень интересное явление. Томаты там видоизменяются. Учтите, что даже вот эти вот коротышки, если грядка-ленивка, если их много, они вот так расползаются лианами. Вот посмотрите, сейчас ринет, который 30-40 сантиметров в нормальном состоянии, если стоя. Лежа, он совсем другой. Он какой-то вот как сумасшедший вишний барри. Ну все, до свидания. Да. Добавляем.